Угличский полумарафон Угличский полумарфон Смотрите через несколько секунд в передаче «Спортивная панорама». 14 мая в нашем городе очень массово, красочно и торжественно прошел один из этапов проекта «Бегом по Золотому кольцу» Угличский полумарафон «Волжский берег». Наш город стал гостеприимным хозяином события, в котором приняли участие более 1700 человек из пяти стран мира и 121 города нашей страны. Ровно в 10 часов на сцену поднялся руководитель агентства по физической культуре спорта Ярославской области Сергей Карпов, который передал флаг проекта «Бегом по Золотому кольцу» заместителю главы администрации Угличского муниципального района Александру Лебедеву. Угличи и угличане приветствуют вас! Здоровья, силы, силы тела, силы духа! В прошлом году участников было 1200 человек, в этом году 1740, в следующем будет еще больше. Ура! Ура, действительно! Ну что же, и давайте начнем передачу флага. Теперь флаг в Угличе! Под вашим аплодисменты! Первыми на старт вышли самые маленькие, и дистанции 300 и 600 метров им покорились очень быстро под громогласную поддержку зрителей и волонтеров. А самым массовым стал забег на 3000 метров. На нем и гостей нашего города было немалое количество. В этом мероприятии я участвую первый раз, занимаюсь достаточно часто, 5 раз в день точно. А в какой школе ты занимаешься? Олимп, Дю США, Олимп, Домодедово. Домодедово, да? Да. Как где вообще сегодняшний день, как наш город, как мероприятие? Все отлично, очень красивый город. Как бежалось? Хорошо, легко. У тебя на груди медаль, это что значит? Это как память об этом соревновании для меня. Как ты сам считаешь, хороший результат показал или не очень? Да, хороший. Дорога, трасса хорошая? Да, хороший. Кроме дистанции, 3 километра, в каких мастер-классах поучаствовал? Где еще поучаствовал? Еще принял участие в ГТО, сдал. Ну и как? Ну, нормально. По своему возрасту на какой значок? Три золотых и один серебряный. Серебряный по какому виду? По растяжке. Да, по наклону вперед, да? Да, по наклону вперед. Надо поработать еще, да? Да, да, да. И с кем ты приехал сюда? С моим отцом и дедом. Ну что ж, спасибо тебе за участие, спасибо за хороший результат. И все же многочисленные зрители, да и финишировавшие участники ждали старта на 10 и 21 километр. Среди более чем полутора тысячной массы бегунов на самой разной дистанции, конечно, нам встречаются и знакомые люди. И один из них это наш известный марафонец, полумарафонец Валерий Логинов, который еще в 2000 году побеждал в Германии на знаменитом на Уродском полумарафоне. Валерий, с тех пор, как сложилась ваша судьба, бегаете ли вы? Ну, бегал, но на официальных соревнованиях уже не участвовал, уже почти 16 лет, можно сказать, когда мы с тобой вместе, кстати, пробежали. Ты тоже пробежал полумарафон на Уродский в Висбадене. А с тех пор бегал для себя в основном. Ну, пробегал здесь, мы бегали 16 километров, бегали по Девногорской дороге, вот здесь как-то был в 2003 году. И с тех пор я уже не бегал, можно сказать. А вот в том году, когда у нас в Угличе был полумарафон по городам Золотого Кольца, почему не принимал участие? Да, ну, я в то время немножко был не в форме, недостаточно набегал объемы. В этот раз вроде начал готовиться где-то с декабря прошлого года. И так, думаю, более-менее поднабрал объемчики и смогу, ну, более-менее достойно. Не слишком смело сразу на полумарафон? Ну, это моя любимая дистанция вообще-то. 20-21 километр. Как надеешься выступить? Да, надеюсь, что не сойдут, а точно. Но вот результат посмотрим. Валерий в грязь лицом не ударил и в своей возрастной группе занял шестое место, совсем немного не дотянув до призового места. На протяжении всего мероприятия добрая четверть Успенской площади была занята мастер-классами. Поделиться секретами своих видов спортов в этот день великодушно согласились борцы, акробаты, армрестлеры, шахматисты. А городок сдач норм ГТО, казалось, работал и после окончания полумарафона. Причем отбоя от желающих от мала до велика не было все пять часов, пока длился праздник бега в нашем городе. А от ведущих со сцены, а также от официальных лиц много раз звучало единое мнение. Организация полумарафона в Угличе на высшем уровне. Совсем скоро в нашем городе пройдут первые старты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых сможет принять участие и взрослое население Угличского района. И в этом смысле акция «Проверь себя», где каждый желающий мог оценить свои возможности в сдаче норм ГТО, оказалась как нельзя кстати в день Угличского полумарафона. Организаторы очень ответственно подошли к акции. Красочные плакаты, штендеры с нормативами для всех возрастов, снаряды для сдачи норм ГТО просто притягивали к себе желающих испытать себя. Высоко оценил подготовку в нашем городе посол ГТО Ярославской области, олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов. Впечатления прекрасные, потому что очень много народу, да, и все бегают, и здесь сдают ГТО, то есть погода хорошая. А как получилось, что вы стали послом ГТО по Ярославской области? Как это вообще случилось? Было несколько кандидатов, мне позвонили из нашего Ярославского комитета спорта, сказали, что есть возможность такая вот стать послом ГТО от Ярославской области. Но я согласился. Вы знаете, да, что наш область в пилотном проекте, и в Угличе работа по привлечению и молодежи, и взрослого населения ведется весьма активно. Сегодня в акции «Проверь себя» 6 мест, где можно сдать тесты, сдать испытания, сдать нормативы нового комплекса ГТО. Как вы вообще оцените, вот в основном все-таки здесь дети, взрослых маловато. В целом, как вы оцените? Ну, в принципе, все хорошо, потому что взрослые, наверное, больше заняты все-таки сейчас на беге, да, сейчас вот основные две дистанции как раз пошли. А то, что очень много детей, это наоборот хорошо, потому что, ну, в первую очередь, наверное, для них это все и задумалось, да, весь этот комплекс, чтобы с молодых лет вот приучать к этому. Вы знаете, очень многие люди, которые еще в советское время сдавали нормы комплекса тогдашнего ГТО, очень переживают за то, что, как и в те годы, может стать это простой формальностью, то есть погоняться за значками, как говорится, погоняться за результатами, за показателями и может свести на нет саму идею. Что вы можете на это сказать? Ну, нет, я не думаю, да, ведь чтобы погнаться за теми же значками, надо какой-то определенной формы иметь, и чем больше людей будет получать значки различного достоинства, да, знака, тем, наверное, лучше. Для этого все и задумывалось все это движение, чтобы оздоровить нацию. Акем, вы пробежали сейчас трешечку, да? Да, я три километра. Ну и как вообще, как трасса, как народ, как ощущения, как переживания? Ну, трасса мне понравилась, потому что на финиш так немножко под горочку, да, найдет полегче чуть-чуть бежать, и, в принципе, все понравилось. В прецизионной подготовке волейболисты используют именно три километра? Ну, у нас используются кроссы, да, но, если честно, не думаю, что там три километра, там все-таки нет, поменьше, потому что бег в основном это так, как разминка какая-то используется, потому что в волейболе нет таких длинных забегов, там максимум, может, метров на 10, да, надо побежать вскоре. Что вы хотите пожелать всем тем, кто собрал сегодня в Угличе? Почти две тысячи спортсменов, тысяча семьсот сорок с небольшим участвуют и в забеге, ну, и у Угличан здесь, наверное, больше тысячи, вот пришли норму ГТО сдавать, бег. Что вы хотите им пожелать? Ну, всем пожелать удачи, да, всем достичь того, ради чего каждый сюда пришел, наверное. Спасибо вам большое, спасибо. Сам Александр под аплодисменты собравшихся выполнил прыжок с места, наклон вперед и поднимание туловища из положения лежа. Думаю, не надо заострять внимание на факте, что все эти упражнения он сдал на золотой знак ГТО. Акция «Проверь себя» прошла на ура. Опробный шар в ФСК ГТО в нашем городе дает основание ждать успешной сдачи нормативов уже в самом скором времени. В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся традиционный турнир по волейболу с участием команд городов области, посвященный Дню Победы. Этот турнир, если считать, он будет девятый, то есть идет уже девятый турнир. Обычно мы приглашаем тех, кому и сами ездят по турнирам. В этот раз играют у нас команды Гаврилов-Яма, Рыбинска, Большого села, Ростова и наши две команды. Особенности организации здесь этот турнир все знают, все просятся, но мы не можем принять больше шести команд, потому что вот и сейчас целый день играем, как вы видите, и закончим где-то часов в шесть и седьмом часу. Вот так все вот проводим. А уровень команд примерно одинаков у всех? Да, уровень команд у всех одинаков. Кто-то лучше подготовился, кто-то хуже подготовился в этом году. Все по-разному. То есть любой коллектив может стать победителем и любой может не попасть в финальную часть? Любой, любой коллектив. Так что игроки друг друга знают, все знакомы. Даже для общения и то этот турнир очень хороший. Среди команд, постоянных участниц этого турнира, были и гости из Гаврилов-Ямон. Начну с того, что мы, наверное, уже с командой Угольча давным-давно знакомы. И мы ездим на турниры по всей области вместе. То есть и в Большое село, и они к нам приезжают, и мы сюда в Угольч приезжаем. Но пятый год участвуем, очень нравится здесь организация. То есть организация на очень высоком уровне. Александр Викторович старается, все делает для волейбола. Просто уважение вызывает его большой труд. А команда у вас уже сложилась? Как коллектив или она меняется с каждым годом? Ну, у нас команда, она бегающая, скажем так. Каждый год кто-то добавляется, кто-то приходит, кто-то уходит. Но без этого в волейболе, в принципе, нельзя. Как для вас этот турнир сегодня складывается? Сегодня одну игру выиграли, одну проиграли. Ждем, как сыграет основная команда Углича. Дальше решится, выходим мы в финальную часть или нет. Расстроитесь, если не попадете. Или для вас не что-то другое? Да нет, мы ездим на турнир, чтобы поиграть, чтобы увидеть своих друзей. Иначе где просто встретимся. Ну, пожелаем вам успеха и с праздниками вас. Спасибо. В подгруппе, где играли гаврилов-ямцы, сложилась невероятная ситуация, которая в волейболе случается крайне редко. Все три команды этой подгруппы, а именно Углич-1, Ростов и Гаврилов-ям, набрали одинаковое количество не только побед, но и выигранных партий. И пришлось судейской коллеге считать разницу очков во всех сыгранных матчах. По этому показателю наши гости оказались на третьем месте и не прошли в финальную часть. А первое место в группе заняла команда Углич-1, которая в финале должна была встретиться с дебютантами турнира команды из Рыбинска. Встретили очень хорошо, очень так по-уютному, зал хороший, все замечательно, организация турнира очень хорошая, то есть все понравилось, игры хорошо идут, все в принципе. А вы претендуете на победу в этом турнире? Это изначально ваша цель или так получается? Всегда так получается, но, конечно, хотелось бы занять первое место. Но, потому что мы видим, какой соперник выйдет, против кого будем играть. Несмотря на то, что впервые вам известны соперники? Да, конечно. С большинством игроков из всех команд мы знакомы, встречаемся на разных турнирах, потому что ездим постоянно. Ну, как бы поддерживаем, так сказать, общение вне зала тоже с многими. Так что все практически друзья. Спасибо, с праздником вас, спасибо. И вас с праздником. Финальный матч сложился удачно для угличской команды, и она победила в двух партиях. На третьем месте волейболисты Большого Села, сумевшие переграть коллектив из Ростова. Кубок России по Кудо – одно из центральных событий в этом виде спорта. И сразу три угличанина, и это впервые для нашего города, приняли в нем участие. Соревнования состоялись в Нижнем Новгороде. И все трое, а это мастера спорта Роман Шибаев, Иван Новожилов, а также Виталий Никитин, показали свои лучшие качества, а Иван завоевал серебряную медаль, выступая в финале с переломом руки и превозмогая сильнейшую боль. То, что трое спортсменов поехало на этот большой турнир, говорит о том, что уровень подготовки приблизился к тому, что мы уже можем давать достойный бой именитым спортсменам. И вот это само выступление, я считаю, могу назвать его очень достойным. Здесь, как молодые были, Виталий Никитин поехал на 250 коэффициенте впервые, то есть дали возможность ему проверить свои силы на крупнейшем соревновании. Показал себя достойно, уступил практически раздельным решениям. Было там по два, два судья отдали ему, два судья отдали чемпиону России Дворда Камбуллину. Роман Шибаев у нас в 260 коэффициенте был, тоже первый бой он досрочно закончил со спортсменами Сеченской Республики. А вышел он в следующий бой уже на, так назовем, капитана, знаменитого человека нашего, спортсмена Алексея Харитонова. В общем, бой был тоже достаточно равный, но при оценке в один балл Роман все-таки уступил. Если учесть, что в его весовой категории было два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта. Ну, в общем-то, серьезнейшая конкуренция, одна из самых серьезных. Сергей Сергеевич, прежде чем задать вопрос об Иване Новожилове, чьи выступление, ну, я думаю, фурор на уровне всероссийском, а как оно нас порадовало. Я хочу вас спросить о выступлении Романа. Наверное, не секрет, что на Романа вы все-таки больше ставили и надеялись, и то, что он не вышел в финал, вот вы разочарованы или нет? Нет, нет, ни в коем случае не разочарован. Мы не отрицаем, что Роман на самом деле сейчас один из главных фаворитов у нас в нашем клубе, лидер конкретный, не только у нас, а и в Ярославской сборной. Но мы говорим о том, что на самом деле вот именитые спортсмены в этом виде подходят к более зрелом возрасте, к достижениям. На самом деле конкуренция очень сильная и вид спорта сам по себе очень тяжелый. Ну и про Ивана. Ну и про Ивана скажу. Иван давно уже мог участвовать в таких видах, но ему каждый раз это то поездка, он уже служит в Соборе у нас. Поэтому он все время отдает, так назовем, свой долг по защите наших рубежей на южных окраинах нашего государства. Мы как бы знали, что он достойно должен выступить, потому что уровень подготовки и уровень участия в Кудову у него очень внушительный. То есть три выигранных поединка и это как его выйти в финал, страйк, ну пойти этом, мы должны были сниматься. Но мы с ним обсудили как бы ситуацию, да, и по возможности, как бы вам сказать, сделали настрой друг к другу. Мы в команде дополнительную сделали. Иван вышел, и даже первую часть поединка, он там был с дополнительным временем, он, можно было бы сказать, что была на его стороне. Но, к сожалению, будет длиться там в разнице до три очка в финале. В общем, был дополнительный, где, конечно, ему противостоял очень известный спортсмен, член сборной России, обладатель чемпионского пояса 2009 года, чемпиона России. То есть это серьезный спортсмен из Сургута, Рамазана Иса, просто великолепный борец. И у них в конце просто так получилось, что взял как бы... Даже с травмой руки. Да, с травмой руки, что дает еще больше уважения к Ивану, на самом деле, как к этому. Ему просто от нашей команды все очень ос большое. Ну, а нашей команде, еще раз говорю, мы будем еще больше трудиться, так как в будущем, думаю, что все то, что мы задумали, исполнится. Для Виталия Никитина турнир такого уровня стал первым. Но молодой спортсмен не стушевался перед именитым соперником и выступил очень достойно. Помимо того, что на неделе мы постоянно проводили подготовку с горы, собираясь по выходным с Сергеем Васильевичем, с Ромкой, мы готовились, когда Ванька еще в командировке был, проводили мощные тренировки и как бы настраивались, ехали туда с одним только, перевезти туда медали. Хотя знали, какая будет конкуренция, это был отбор в сборную, как будет Кубок Мира и Кубок Европы. Подготовка, чувствовали себя, конечно, хорошо, когда выезжали на Кубок. Сил было очень много, но, повторюсь, скажу про себя, как бы... В чем-то сама моя вина, то, что как бы отдали бой там очень тетилом Эдуарду Калимунину, чемпиону России. Ну, повторюсь, были шансы очень хорошие выиграть, счет был у нас ничейный, но сам себя винил за это. Где-то я не доработал все равно. Вот хочу сказать также про Ромку. Отлично выступил, проиграл, очень заслуженный человек. Ну, про Ваню вы знаете. Ну, а то, что вот выходите, первая схватка и тут сразу чемпион России, вот именно такого ненужного уважения, как бы такого принижения своих достойностей не было? Мне не привыкать. У меня, что и по юниорам, когда выступал много, я натыкался на чемпионов России, как бы у меня нету какого-то мандража. Мне, наоборот, еще больше, еще больше это как-то задает уверенности. Я еще больше с ними рад биться. И дай бог, еще буду с ними выходить и биться. Прекрасно, спасибо. Спасибо вам. Для Ивана Новожилова серебряная медаль Кубка России стала пока наивысшим достижением в карьере. Но почивать на лаврах спортсмен, конечно же, не собирается. Очень рад, конечно, что как-то победил, не победил, занял второе место, прославил город Углич, нашу секцию, конечно же. Ну и в целом область тоже рад. Три победы, вот из трех побед, какая из них сложнее всего досталась? Сложнее всего досталась эта вторая, потому что сопернику проигрывал на всероссийском турнире Иванова. Знал, что он хороший борец и что будет бороться со мной. То есть, ну, готовился вот к нему особенно-особенно. И не могу не задать вопрос, а на последний поединок вышел с травмой, с травмой серьезной. И все-таки, понимаю, спортсмен, адреналин, хочется доказать. А может быть не надо, может быть лучше было залечить травму и в следующий раз доказать? Ну, здесь я большое спасибо хочу сказать Сергею Алексеевичу. То есть, я когда сказал ему о травме, он сказал, это как бы твой выбор. Но это был и его выбор. Я знаю, что ему бы хотелось, чтобы я участвовал. И мне бы хотелось попробовать. Поэтому как-то с ним настроились, он нашел нужные слова и, в общем-то, вдохновил меня на это событие. Как бы сказал Евгений Илюшин, спецназ не сдается, да? Ну, в общем-то, да. Ну, ничего, нормально. Да, ну, перелом, но я не стал гипс делать, потому что жарко сейчас будет. Ну, и вот в последнем в этом программе поединке сам себя как оценил? Нормально? Все хорошо? Ну, первое время отбился. В общем-то, неплохо. Просто на левую руку не работал. Ну, берег ее и не ударить было. Во втором, конечно, раунде, ну, наверное, можно было бы так же, как и в первом проработать. Просто решил попробовать. Ну, или пан, или пропал, как говорится. Ну, в итоге получилось, что пропал. Ну, что ж, Иван, мы от всей души вас поздравляем. Поздравляем всю команду, всех троих человек, которые прекрасно защитили честь нашего города, честь Ярославской области. И ждем дальнейших побед, дальнейшего роста. Спасибо вам большое. И на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. А мне остается только поблагодарить нашего постоянного партнера, магазин мужской одежды «Статус», за помощь в создании этой передачи. В магазинах «Статус» вы всегда сможете приобрести одежду и обувь на любой вкус, даже самый изысканный. Магазины «Статус» для вашего статуса. И на этом я с вами прощаюсь с пожеланиями всего самого светлого и доброго. Всегда ваш, Роман Желтов. И, конечно же, не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова